Московский иностранец. По-русски с акцентом. Это не кто иной, как чрезвычайный и полномочный посол государства Джабути в Российской Федерации, господин Мохаммед Али Камиль. Добро пожаловать. Здравствуйте. Очень приятно, что вы к нам пришли. Большое вам спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Первый вопрос в нашей программе, он достаточно традиционный и звучит он следующим образом. Как давно вы живете и работаете в Москве? Какие у вас впечатления от нашего города? Есть ли, может быть, какие-то любимые места, где вы предпочитаете бывать, проводить свободное время? Вопрос хороший. Я приехал в Москву 1 июля в качестве посла. Впервые я увидел этот замечательный город в 1976 году. Я учился и здесь. С Москвой у меня связано много приятных воспоминаний. Я вернулся в Джабути в 1982 году. И с тех пор Москва сильно изменилась. Город очень чистый, много иллюминаций. Москва – это город, который вообще не спит. Что касается любимых мест, мне очень нравится Красная площадь, Тверская улица. Новый Арбат, а также район Кузьминки, где находится моя алма-матер, Московская ветеринарная академия. То есть вы учились в Московской ветеринарной академии? Да. Да, действительно, район Кузьминки, в общем, может быть, даже и не все москвичи знают, а вот вы действительно знаете и там учились. Это очень интересно. А вообще при каких обстоятельствах вот получилось так, что вы поехали учиться в Россию, изучали русский язык, который у вас прекрасный? Вот как происходило ваше знакомство с русской культурой? Ну, как я уже сказал, я учился в Москве в ветеринарной академии. Русский язык был для меня не только языком общения, но ключом к знанию тоже. Я учился русский язык здесь, подготовительный факультет проходил в городе Воронеже один год, а потом поступил в Москву, в Московской ветеринарной академии. Я владею многими языками, и я могу сказать, что русский язык довольно сложный для иностранцев. Но надо признать, что это один из самых богатых языков в мире. Но Ломоносов уже говорил, писал значения русского языка. Он сказал, что Карл V, римский император, говорил, что на испанском языке можно говорить с богом, а на французском языке с друзьями, на немском языке с врагами, на итальянском языке с женщинами. Он сказал, что на русском языке можно говорить и с богом, и с друзьями, и с врагами, и с женщинами. Значит, это очень богатый язык. Я очень люблю говорить по-русски, но это уже давно я не говорил по-русски. Дома у меня не было такой возможности говорить по-русски, поэтому сейчас начинаю опять тренироваться на русском языке. Давайте поговорим тогда о вашей стране, естественно, поскольку наша программа тоже в первую очередь посвящена гостям из разных стран мира. Действительно, вот африканские страны как-то вот, к сожалению, глубочайшему пока у нас не были представлены, и вот ваш визит, это, я считаю, такой некий прорыв у нас в нашей программе, в программе «Московские иностранницы», и надеюсь, что, в общем, после этой программы уже представители других африканских стран тоже к нам будут приходить. И, конечно, вот Джабути, да, наверное, может быть, и не так широко знакомая страна всем. Вот хотелось бы как раз вот эта программа, на мой взгляд, может еще и послужить такой некой рекламе вашей страны, потому что, действительно, в общем, вот даже если взять вот ваш регион, там такие страны, как Сомали, Эфиопия, они как-то больше известны, а вот Джабути, наверное, нет. И вот это упущение тоже в этом плане, я считаю, мы тоже восполним. И давайте тогда, может быть, по порядку, вот действительно, расскажите о вашей стране, о его историческом пути, какие события были, вообще какой народ живет, религия, на каких языках говорит и так далее и тому подобное. Очень хорошо, хороший вопрос. Мне очень приятно говорить о Джабути, и чтобы москвичам или россиянам было известно, это маленькая страна, но очень интересная страна. Площадь Республики Джабути составляет 23 тысяч квадратных километров. Наша страна расположена на перекрестке наиболее оживленных торговых путей и осуществляет связь между Европой, с Суэзиным каналом, Персидским заливом и Индийским океаном. Страна занимает ключевые геостратические положения на африканском роге. В первые века нашей эры в этом регионе уже существовали города, немало важным было присутствие многочисленных арабских купцов. В конце 19 века до 1977 года в Джабути было французской колонии. В 19 веке в этом регионе появилась группа казаков в голове с атаманом, его звали Ашинов, атаманом Ашинов. Они построили форт, но были вынуждены уйти, под обстрелом французской корабленной артиллерии тогда. Могившие даже до сих пор, их могила, они были похоронены там, и могила еще сейчас существует в городе Сагалу, это на северном части республики Джабути. Что касается населения, населения Джабути, то его численность около 1 миллион человек, большинство проживает в столице. Наша основная религия это ислам, но Джабути очень толерантная страна, и у нас нет мест конфессиональных проблем. Должен сказать, что в отличие от многих других стран региона, в Джабути все тихо и спокойно. Наша страна является моделью стабильности и демокрации в этом регионе, в африканском регионе, в африканском регионе. И здесь никто никому ничего не навязывает, потому что мы все знаем, что мир это наше главное богатство в этом регионе. Начиная с 1977 года, страна имеет прочную государственную систему, и является островком мира и безопасности в неспокойном регионе африканского рога. Нашим главным стержнем в Джабути является ее порт самый большой и современный на африканском континенте. Джабути по-настоящему является сердцем Восточной Африки. Ей принадлежит главная роль в осуществлении торговли между африканским континентом и странами Европы и Азии. Республика Джабути также является оплотом борьбы с международным терроризмом в этом регионе. Вот что я могу сказать про Джабути. Коротко, очень коротко. А вот если говорить о языках, на которых говорят в Джабути, я так понимаю, французский само собой, а какие еще языки? Мы говорим, французский это наш язык, на котором мы изучаем в школе. Не только французский язык, и арабский язык. Есть тоже местные языка, как сомалийский язык, афарский язык. Даже некоторые языков, эфиопийских языков, амгарский, тоже говорят. Очень такой мультимпот, как говорят, это такая страна, где можно проживать различные группировки и говорят на различных языках. Но основной, главный язык, который мы говорим в Джабути, это есть четыре языка, французский само собой, арабский язык, афарский и сомалийский. Вот это четыре главные языка, которые мы говорим. Есть такой государственный именно официальный язык? Официальный язык, у нас официальные языки по конституции, это арабский язык, рабочий язык, это французский язык, народный язык, это афарский и сомалийский, оба. Ну вот видите, уважаемые радиослушатели, как интересно, так сказать, в одной стране могут говорить люди на многих языках, как минимум на четырех, а то и больше. А вот давайте совершим такую виртуальную экскурсию по Джабути, и если вам несложно, то расскажите об основных достопримечательностях, ну столице государства, конечно, в первую очередь, ну и может быть каких-то некоторых других городов, каких-то населенных пунктов по вашему усмотрению. И что вы можете посоветовать вот человеку, который впервые приехал в вашу страну, вот куда ему пойти, что посмотреть, на что обратить внимание? Спасибо, очень хорошо. Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что доброта, гостеприемство и уважение к людям основа нашей культуры. Поэтому мы всегда рады гостям. Для тех, которые впервые приезжают в Джабути, здесь есть что посмотреть. прежде всего, это один из важнейших мест, которые можно посетить, это озеро Асал, расположено на 155 метров ниже уровня моря. Это самая низкая точка в Африке. Озеро Асал одна из самых соленых озер в мире. много веков там добивают соль, и караваны верблюдов везут ее в соседнюю Эфиопию. Караваном соль посещен один из фильмов Сергея Ястреженского, который в прошлом году побывал в Джабути и снимал этот фильм. Очень интересный фильм. Он находится здесь на сети, его можно посмотреть. Очень интересный фильм. Сейчас у нас существует большой проект промышленной добычи соли. Можно тоже смотреть. Там есть очень большой порт, который строится в Стобии. Эта соль делает экспорт на зарубеже. Могу еще у нас также есть озеро Абе, которое проходит тектонический разлом, который мы знаем под названием Рифт Валий Разлом. Очень известный разлом, который идет из Африки до Северной Африки. на севере страны расположен лес, большой лес Дай, национальный заповедник реликтовых деревьев, который расположен на северной части страны. на севере Джибути уже более 8 более 8 100 лет существует город Таджура, который называют мы называем белым городом. Здесь произошло смешение культуры местного населения с турецким и арабскими культурами. На входе Красного моря расположено город Обок. Недалеко от нее находятся 7 островов, которые мы называем 7 братьев. Это редкое по красоте место привлекает любителей дайвинг. Очень интересное и красивое место. В Азерском заливе можно встретить китовую акулу. Она совершенно безобидная и многие любят плавать и сфотографироваться с ней. Еще у нас есть островы острова Муша и Мускали. Здесь вы можете встретить дельфинов. Сюда также приезжают любители подводного плавания и спортивного рыболовства. Ближе к столице тоже есть очень различные пляжи с белым песком. В самой столице вы можете увидеть многие старинные здания в мавристанском стиле и так далее. Так я могу коротко описать то, что можно видеть для людей, которые хотят уезжать и посетить Джибути. Да, но вот такой вопрос практического характера. А виза для граждан России нужна? Виза нужна, но очень просто ее за один день можно получить визу. То есть нужно именно обращаться в посольство? В посольство и там сразу на месте сделать визу. За один день. За один час все можно оставить. А информацию об этом я так понимаю, что можно как-то и вообще у посольства есть сайт в интернете где можно какую-то информацию подчеркнуть на эту тему? У нас сайт есть сейчас откроем скоро совсем скоро но есть тоже адрес есть там есть тоже ну почтовый язык и почтовый адрес у нас есть и можно в конце вы можете им подсказать адрес там есть написано хорошо то есть вот допустим давайте смоделируем ситуацию например какой-то вот нашего диаслушателя посмотрев нашу программу послушав решил действительно поехать к вам в гости в джебути что ему делать куда обращаться очень просто прийти в посольстве и там все информации мы можем ему дать и виза одновременно а куда обращаться там ну через можно можно сделать это прямо если там мы можем его связывать с теми людьми с теми гостиницей может какие гостиницы может он может там снимать а как через какие организации он может этого делать как путешествие внутри страна все это можно все эти информации мы можем ему дать ну замечательно значит в таком случае город Москва улица Садовая Триумфальная дом 4 дробь 10 третий этаж все правильно да вот если хотите поехать в джебути то вот обращайтесь по этому адресу и получите всю необходимую информацию а давайте поговорим еще о таком явлении как национальные праздники и традиции джебути вот какие они я так понимаю что и еще наверное такой вопрос хотелось бы немножко рассказать о получении независимости то есть 1977 год что вот тогда было и я так понимаю что тоже один из главных праздников наверняка день независимости и вообще как вот принято праздновать эти праздники вот именно такого может быть не столько религиозного да как там религиозные праздники мы все знаем и так а вот именно национальные государственные праздники вот о них я хотел бы именно рассказать что вот смысл значения этих праздников какие-то вот есть такие именно основополагающие дни именно государства джебути но что касается праздников как во всем мире джебути праздники отмечают тоже все интернациональные праздники как новый год в основном мы празднуем как все празднуют новый год в основном дома празднуют тоже и молодежи конечно в ночных клубах главный национальный праздник это является как вы сказали уже день независимости 27 июня день независимости страны это день это очень ну как все празднуют там есть тоже проходит военный парад происходит военный парад и всякие все остальные события для для празднования таких событий во всем мире как как изделяется в других странах также в джибути отмечают у меня тоже отмечаем и мусульманские праздники также как мусульманский новый год день рождения пророка мухаммеда идол идоладха это как и здесь называют его к курбан байра тоже после окончания рамадана тоже называется большой праздник есть такой идолфитр все эти праздники мы празднуем как и в всем мире это делается и есть какая-то допустим может быть народная традиция вот что-то в день независимости там я не знаю ну в разных странах по-разному да я вот наверное просто приведу пример финляндии да там вот свечи в цветах национального флага выставляют в день независимости там 6 декабря на окно вот может быть что такого какая-то такая особенность есть джибути особого такого нет она в день независимости везде флаги после парада армии там есть большой прием у президента долго после этого все празднуют кушают обычно так а вот если может немножечко истории вот вот что было в этот день вот в семь седьмом году вот как 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 была получена эта независимость каким-то не знаю там военным путем или наоборот мирно вообще вот что было вот именно в этот день что это конечно это конечно люди для этого боролись дали жизнь дали кровь это не так получались получается независимости но в том числе тоже нас тоже тогда наши соседние страна как нас тоже помогали сомали нас помогала тогда эфиопия и но короче говоря в главном 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 если так можно так сказать что после длительная борьба конечно и этот получилась не так тихо но очень-очень таких такой такой как длительный тоже война-то не у нас не было как в таких странах как в анголе или там таких длительных война не верно борьба народов всегда было очень такой и мирным путем и иногда тоже конечно била и некоторые военные действия конечно в завершении хотелось бы еще поговорить о собственно вернуться в москву вернуться в россию и поговорить о культуре джабути как она представлена в москве какие проходят мероприятия может быть что-то анонсируете потому что наверняка разумеется люди послушать нашу программу посмотрели нашего видео запись наверняка заинтересуется культурой джабути и вот можно ли как-то познакомиться с ней в москве вот какие-то мероприятия существуют вообще в москве да очень я бы сказал не так очень много мероприятий но 25 мая в день африки а также на есть такой раз в год есть так называемый африканский базар производится и здесь в москве в таких случаях мы тоже как и другие страны есть возможно познакомиться с с народными такие есть у нас выставка там у нас народные промыслы промыслов мы там подставляем и тому подобного но это бывает один раз в год атака можно тоже конечно совместно с другими наверное надо надо как-нибудь день культуры джабути замечательно а вот сказали африканский базар это вот если можно чуть-чуть поподробнее что это это я так понимаю какое-то вот какая-то выставка какой-то такое мероприятие где вот африканские страны представляют свою культуру да и лишь да да африканские страны каждая страна там сделает и предоставляет свою культуру свои там то что производит страна какие там ну как станды различные станды делаются и там мы тоже присутствовали станды джабути а в какой в какие сроки это проходит обычно когда или как или какие-то разные сроки разные сроки и двадцать пять мая в основном это двадцать пятого мая день африки день 1 африки 25 мая происходит здесь спасибо ну вот собственно говоря уважаемые радиослушатели обратите внимание на этот день на эту дату 25 мая день африки поэтому все те кто интересуется африканской культурой я надеюсь после нашей программы этих людей станет гораздо больше и в частности вот с культурой джабути тоже можно там познакомиться так что давайте дождемся 25 мая и тогда приходите смотрите какие-то новости по этому вопросу узнавайте где это что это и соответственно вот добро пожаловать для всех кто интересуется африканской культурой и культурой джабути в частности замечательно к сожалению наше время в эфире подошло к концу это была программа московский иностранец для вас ее провел как всегда герман арвакаса моим сегодняшним гостем был господин чрезвычайный и полномочный посол республики джабути в российской федерации мухаммед али камиль спасибо вам огромное всего доброго спасибо вам большое спасибо